Здравствуйте! В развитых странах на долю малого и среднего предпринимательства приходится более половины ВВП. В этой деятельности занято от третьей до половины населения. В России аналогичные показатели примерно в два с половиной раза скромнее, хотя наблюдается их постепенный из года в год рост. У нас в стране давно существуют различные программы поддержки малого и среднего предпринимательства, но важность этого направления настолько высока, что в конце прошлого года они были собраны и структурированы в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Что нужно сделать, чтобы экономика стала предпринимательской? Как можно добиться того, чтобы поставленная президентом задача к 2024 году доля трудоспособного населения, занятого в малом бизнесе, должна достичь 60-70 процентов и воплотилась бы она в жизнь? Эта программа «Малый бизнес. Большие успехи». Сегодня гость студии Лариса Николаевна Названова, руководитель департамента поддержки предпринимательства Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Лариса Николаевна, первый вопрос хотелось бы задать такой. Вот на языке федеральной программы на кого рассчитана эта программа в первую очередь? Кто такой предприниматель? На языке программы и на языке законов предприниматель – это тот, кто соответствует определенным критериям, установленным федеральным законом 209 ФЗ, еще принятым в 2007 году. Тут ничего не изменилось. Критерия есть юридические отнесения. Это чтобы в составе учредителей не было публично-правовых образований в виде Российской Федерации или муниципалитетов. То есть это частный бизнес. И критерии, связанные с численностью и с доходами предпринимателя. По численности малые микропредприятия – это до 15 человек численности, малые – до 100 человек, и свыше 100 человек – это средний бизнес. И по доходам, соответственно, тоже 80, 120 и 800 миллионов, соответственно, то есть в год должны быть. Вот такие… Оборотные системы компании. Да, оборотные. То есть, соответственно, вот такие организации, индивидуальные предприниматели также являются, считаются предпринимателями. Но с 2016 года для государственных мер поддержки также предпринимателем является тот, кто включен в реестр, в единый реестр субъекта предпринимательской деятельности, который ведется в открытом доступе. Его можно посмотреть на сайте налог.ру. Поэтому любой предприниматель или любое лицо может посмотреть, находится он там или планирует, если он, да, соответственно, кто по отраслям там находится, по территориям и так далее. И так далее. Сделаю небольшое объявление. Анонс. Мы работаем в прямом эфире. 202-11-22. Именно по этим телефонам, уважаемые телезрители, вы можете дозваниваться к нам в студию и задавать вопрос моей сегодняшней гости. Если вы предприниматель, если вы планируете открыть свое дело на территории городского округа Самара, может быть, у вас какие-то есть вопросы по организации бизнеса, дозванивайтесь. 202-11-22. Телефон прямого эфира в студии. Лариса Николаевна, правильно я понимаю, что вот здесь имеются в виду не только владельцы предприятий, но и какого-то более-менее крупного по меркам обывателя бизнеса, так называемые ИП, самозанятые. Вот это тоже категория предпринимателей? Да, безусловно. По действующему уже сейчас законодательству индивидуальные предприниматели, ИП, то, что вы сказали, это, конечно, предприниматель. Ну, во-первых, он может сам осуществлять деятельность, у него могут быть сотрудники, и обязательно они включены в реестр субъектов предпринимательской деятельности. Вот то, что вы говорите, самозанятые, это новая категория людей в бизнесе. И в 2019 году такой проект, да, или был экспериментальным на четырех территориях Российской Федерации, это Москва, Московская область, Татарстан и Калужская область. Это специальный налог на профессиональный доход. Наш регион, наша область включается в... Ну, есть законопроект, что мы включаемся в этот эксперимент с 1 января 2020 года. То есть, соответственно, люди, которые сами себя занимают, являются сами для себя работодателями, не имеют наемных сотрудников, тоже получают право на уплату такого специального налога. Это репетиторы, это таксисты, это люди, занимающиеся парикмахерскими услугами, ногтевыми, да, это те, кто шьют. То есть любая, которая не связана с лицензированием, да, с специальными сертификациями. И в первую очередь это люди, как я уже сказала, у которых нет наемных сотрудников, и сами, которые не имеют другого работодателя. Льготов и очень льготные, да, данные налогообложения, это 4% с дохода, получаемого таким гражданином, если он оказывает услуги физическим лицам, и 6%, если он оказывает услуги юридическим лицам. Поэтому на примере наших соседей Татарстана это очень выгодная, да, история для людей, которые осуществляют бизнес, или даже если они пока не знают о том, что они предприниматели, да, они с 1 января тоже смогут выйти из тени, легализовать, без всякого страха, да, осуществлять свою деятельность, и в том числе вот уплачивать налог, в том числе уплачивать в пенсионный фонд, и таким образом, да, быть настоящим предпринимателем. И планируется, что также с начала следующего года их и в законодательном порядке внесут вот изменения в 209 законы, отнесу их к субъектам предпринимательской деятельности. Лариса Николаевна, маленькое дополнение вот к этому вопросу. Скажите, пожалуйста, каким образом они будут оформлены, и какие плюсы от оформления этого бизнеса? Как они будут называться? Ну и, собственно, а может быть и выгоднее-то продолжать, работать в тени и скрывать доходы, либо это как-то будет наказуемо? Вот сейчас на заметочку. Но стать самозанятым или перейти на такую уплату налога очень просто. Это такая современная форма, то есть не нужно никуда идти, достаточно будет зарегистрироваться в приложении «Мои налоги», либо на сайте налог.ру есть специальный раздел для самозанятых, где тоже можно пройти регистрацию. Все, с момента регистрации ты официально уплательщиковая налога на профессиональный доход. Далее ты подаешь сведения о доходах столько, сколько ты считаешь нужным. Единственное ограничение – это в год под такую ставку налогообложения попадает не более 2,4 миллиона. То есть 2,4 миллиона, если доход до этого, то тогда он будет облагаться по ставке 4 или 6 процентов. Если он превышает, то дальше переходит на обычную уплату, например, по доходу в 13 процентов, допустим. Что касается выгоднее и невыгоднее. Ну, безусловно, с точки зрения, я думаю, заявления о себе, легализации – это, конечно, правильная история. Ведь оказание… ну, во-первых, ты действительно становишься перед государством виден. И оно тебя видит, и ты его видишь. Льгот по налогу, ну, значительный, да, то есть даже если по доходу обычный 13 процентов, то здесь 4,6, ну, налицо. Кроме того, можно будет воспользоваться всеми мерами поддержки. Можно будет получить кредит, да, под те доходы, которые ты показываешь, как самозанятый гражданин. Можно будет получить социальные страховые выплаты, то есть то, что сейчас лишены все люди, которые, ну, в тени, да, занимаются такими услугами. И на примере, ну, вот наших соседей, опять же, Татарстана, можно сказать, что с 19-й год у них наперешли на такой режим более 36 тысяч человек, что говорит, что люди оценивают и действительно, ну, идут на этот эксперимент. Да, и легальным бизнесом заниматься выгодно. Ну, а потом личностный статус, наверное, что я предприниматель, тоже дает, наверное, какой-то стимул к развитию. Ну, я думаю, что тоже, да, самореализация, да, понимание отнесения себя к какому-то слою, к какому-то отрасли, да, это к какому комьюнити, сообществу, это тоже важно. Не могу с вами не согласиться. 202-11-22, телефоны в студии, мы работаем в прямом эфире. Дозванивайте, уважаемые телезрители, предприниматели, либо молодые, решившие начать свой бизнес к нам в программу, и задавайте, пожалуйста, вопросы свои. Скажите, пожалуйста, вот можем ли мы среди всех предпринимателей, о которых вы сейчас рассказали, выделить какие-то особые приоритетные группы, на которые может настроена быть такая программа? Ну, на самом деле, конечно, меры государственной поддержки предусмотрены для всех предпринимателей, и даже для тех, кто только собирается ими стать. Но, учитывая, что наиболее активные, перспективные группы, которые показывают динамику такой прироста именно предпринимательской активности, да, это, конечно, молодежь, это даже школьники, потому что вот сейчас я только была на... В Самаре у нас начался сегодня отбор конкурса бизнес-идей среди школьников. Очень интересные проекты, и даже, ну, ребята 16 лет, 16-17 уже ведут бизнес и зарабатывают деньги. То есть это действительно молодежь, прямо начиная все раньше. Это женщины, женская аудитория, очень активные как предприниматели. Мы видим это по своим программам, участвуют и в конкурсах «Мама-предприниматель». В этом году у нас прошел уже в трех городах, и более 600 заявок было подано. И в Самаре проходил региональный этап конкурса, и финал проходил здесь, в Самаре. У нас очень была большая заинтересованность. На все женские программы, которые мы проводим, да, очень большое количество заявок всегда, очень активно женщины участвуют. Видят для себя развитие именно в этом направлении. Это люди, ну, с опыта, там, скажем, да, то есть там более старшего возраста, которые наработали, ну, сейчас очень сложно сказать, что 45 плюс – это серебряные, но уже такого опытного возраста, когда они наработали профессиональные знания, навыки, опыт и готовы перейти на работу на себя. Это люди с ограниченными возможностями, да, которые готовы тоже какие-то услуги оказывать, какие-то, ну, вести предпринимательскую деятельность. Это могут в том числе и самозанятые. Поэтому вот, наверное, основные – это если говорить о категориях. Если говорить о приоритетных направлениях в части отраслевой, так скажем, принадлежности, да, то для Самарской области традиционно, да, это инновационные предприятия, инновационная направленность. Мы, конечно, заинтересованы в таких предприятиях, компаниях, которые, ну, что-то новое создают, готовы их поддерживать различными программами. Это экспортная организация, то есть те, кто уже перешел на новую стадию, готов экспортировать. Это тоже направление, которое и на уровне Российской Федерации поддерживается, и, конечно, Самарская область тоже заинтересована в расширении возможностей сбыта, да, для своих компаний продукции, представления ее в том числе даже, ну, и на международном уровне. Все время было в приоритете сельское хозяйство. Это тоже сельскохозяйственное предприятие? Да, сельскохозяйственное, да. Есть отдельный федеральный проект в рамках национального проекта по сельскохозяйственной кооперации. Есть свои меры поддержки для сельхозкооператоров. Так что это действительно тоже приоритетное направление. И для Самарской области оно очень актуально. Лариса Николаевна, вот, по-моему, стало немного яснее, для кого предназначен национальный проект. Давайте же в общих чертах поговорим, каково общее содержание, из чего он состоит. Вот я имею в виду, конечно же, адресную, денежную, финансовую помощь предпринимателям. Ну, национальный проект, ну, структурирован таким образом, чтобы у предпринимателей на любом этапе развития была возможность получить поддержку. Это начинающие предприниматели, да, даже, вот я уже говорила, только те, кто даже планирует их стать. Это, и здесь широкий спектр возможностей для них. Участие в программах обучения основы предпринимательской деятельности, участие в различных конкурсах для молодых предпринимателей, для конкурсов бизнес-идей. Далее участие в мероприятиях, там, мастер-классы, форумы, какие-то общения с действующими предпринимателями, ну, что еще, наверное, конференции, воркшопы, да, то есть вот такого плана. Это возможность для начинающих предпринимателей и кредитной поддержки, да, то есть мы предлагаем такой уникальный продукт, гарантийный фонд Самарской области предлагает кредит для начинающих предпринимателей, ни один банк практически не кредитует предпринимателей до года, ну, в связи с высокими рисками. Следующая ступень – это предприниматели действующие, те, кто готов развиваться. И здесь тоже есть и финансовая поддержка, есть и имущественная поддержка, когда предоставляется на льготных условиях имущество, принадлежащее в том числе муниципалитетам, например, да, есть услуги бизнес-инкубаторов, есть бизнес-инкубатор в Самаре, который предоставляет на льготных условиях помещения для начинающих предпринимателей под офисы, для того, чтобы им легче было стартовать. И параллельно предлагает им образовательные, консультативные услуги, различную помощь по бухгалтерскому учету. Следующая ступень – это уже более такие развитые предприниматели, готовые выходить на экспорт. И здесь тоже широкий спектр поддержки, это и помощь в поиске зарубежных партнеров, это и приглашение таких предпринимателей для участия в бизнес-миссиях, выставках, в том числе зарубежных или, наоборот, международных, которые проходят в России. Поэтому на любом уровне предпринимателей у нас в проекте есть возможность получить поддержку. – Лариса Николаевна, вот если говорить все-таки про сегодняшний день, если молодой предприниматель, который хочет, мечтает открыть свой бизнес, для него есть идеи, средства, возможно, стартовый капитал, и хочет он в этот мир предпринимательства наконец-то шагнуть. Вот что бы вы могли посоветовать в этом смысле, с чего все-таки начать строить разумный бизнес, успешный бизнес? – Ну, конечно, с регистрацией такого бизнеса. И сейчас, например, в МФЦ, МФЦ для бизнеса, и вот сейчас, ну, хотела бы тоже отдельно сказать о том, что мы открываем центры «Мой бизнес» для предпринимателей, это единый центр оказания услуг, где можно будет получить услугу по регистрации бесплатно, то есть приходит предприниматель, на месте он оформляет либо юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель статус. И дальше, соответственно, конечно, с подбора команды. Это очень важная вещь. Без нужной команды, без тех, кто болеет твоей идеей, наверное, очень трудно стартовать. И если говорить о тех возможностях, которые мы можем, или тех мерах поддержки, которые мы можем оказать такому предпринимателю, это, наверное, мы пригласим его прийти поучиться. Это может быть основа предпринимательской деятельности, где получит знания о ведении бухгалтерского учета, навыки юридического ведения дел, по работе с кадровым, да, узнает последние новости законодательства, составит бизнес-план, поработает с наставниками, соответственно, пройдет такой курс молодого бойца, да, для того, чтобы уже дальше реализовывать свою идею. Вы сейчас перечислили достаточно большой перечень услуг. Вот инвестировать в себя, это, конечно, инвестировать в дальнейшем в свое дело, в свой бизнес. Но вот это все предоставляется бесплатно, либо потом за это нужно платить? Нет, все услуги в рамках национального проекта, в рамках поддержки предпринимательства, и государственная программа поддержки предпринимательства, и муниципальная программа поддержки предпринимательства, которая есть и в городском округе Самара, конечно, Все услуги оказываются бесплатно. В рамках поддержки экспорта есть несколько услуг при выезде за пределы Российской Федерации, когда командировочные расходы сам предприниматель несет. Но, например, участие в выставке, сертификация на эту выставку тоже оказывается бесплатно. Спасибо большое за ваш ответ. У нас есть звонок от телезрителей. Я приветствую вас в студии. Слушаем ваш вопрос. Говорите, пожалуйста. Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, дочка у нас занимается, печет выпечку торта, пирожные. И, в общем-то, через группу ВКонтакте все у нее достаточно успешно, хорошо получается. И даже мы задумываемся о том, чтобы как-то немножко развить телевизор, совершить масштабы. Но понимаем, что опыта пока у нее никакого нет. И сама она боится. Есть ли такая возможность получить какой-то теоретический хотя бы опыт, но вот в этой же сфере? Может быть, в успешной степени пекарен или кулинарии? Ну, только подстатная. Вот конкретно в этой сфере. Или предприниматели все-таки не действуют таким образом, учитывая, что это конкуренция такая с твоей группой? Спасибо большое. Вопрос очень интересный. Главное, актуальный, жизненный. Ответьте, пожалуйста. Да, действительно, вот именно пекарни, да, или вот такое направление очень сейчас характерно для самозанятых. И мы здесь что хотели бы, наверное, предложить? Во многих поучаствовать, например, в нашей программе акселерационной. То есть пройти обучение и теоретическое по подготовке к бизнесу. Но что особенность в наших программах, это то, что предприниматели, действующие, успешные, делятся своим опытом, и в том числе и организуются такие бизнес-визиты, да, на действующий бизнес, и можно по направлению это сделать. Соответственно, для того, чтобы познакомиться вот, ну, с внутренней кухней, как устроен тот или иной бизнес, получить консультацию, может быть, даже об ошибках, да, которые уже... Об ошибках, которые уже были допущены, да, потому что их лучше, ну... Чужие совершать, да, чем свои делать. И здесь можно еще что-то... Ближайшее прямо мы хотели бы пригласим вашу... Приглашаем там вашу дочку, ее там знакомых, те, кто занимается. У нас 17-18 декабря будет форум, он будет проходить в отеле Lotte, форум предпринимательский. И вот 18 декабря будет специальная конференция для самозанятых, то есть как раз для тех, кто вот, как вы сейчас сказали, ведет бизнес в интернете и еще пока, может быть, даже не думает, что он предприниматель, хотя по факту уже им является, а только вот задумается о том, чтобы перевести это вот на какие-то коммерческие такие рельсы. Очень приглашаем, и очень много можно будет и пообщаться с другими такими же людьми, узнать все какие-то основные вещи, связанные с регистрацией бизнеса, какие-то особенности ведения бизнеса, там, налогообложения, то есть для того, чтобы взвесить все риски, потому что, безусловно, правильный вопрос, именно чтобы сначала что-то попробовать, потому что очень обидно, когда бизнес стартует ярко, красиво, да, а потом из-за непродуманности или там незнания каких-то вопросов, к сожалению, закрывается. Ну вот эксперты говорят, и я думаю, что вы со мной тоже согласитесь, что если даже ты открыл свой бизнес и через год понял, что он неуспешен, не нужно прощаться с предпринимательской деятельностью, потому что ты свою жилку, как говорится, выразил, а можно взять и попробовать что-то другое, к примеру, да, и развить другое направление, вот как вы считаете? Ну, наверное, можно и таким путем, да, но, на мой взгляд, если нет, может быть, уверенности, да, то, ну, такой вариант возможный, это все-таки пойти поработать на тот бизнес, которым ты впоследствии хотел заняться. Например, мы печем торты, да, но мы еще не вышли на уровень предприятия. Я имею в виду просто на предприятие пойти? Да, в такую же пекарню, в такой же кафе, там, то есть к действующему предпринимателю пойти поработать. Например, пойти там администратором, пойти там каким-то сотрудником для того, чтобы узнать, а как вообще строится этот бизнес, посмотреть, как внутри происходят потоки, как взаимодействуют там с клиентами, с налоговой инспекцией, да, с проверяющими органами, понять вот эту кухню и уже дальше для себя решать. Конечно, бывают такие предприниматели, которые запускают бизнес-идею, не полетело, и мы меняем, да, какое-то направление, там, начинается новый бизнес. Это тоже возможно, если человек готов постоянно рисковать. Спасибо. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и есть еще время для ваших звонков. 202.11.22. Милости просим к нам в прямой эфир программы «Малый бизнес». Большие успехи. Лариса Николаевна, вот центры «Мой бизнес», что это такое? Вот у нас даже в студии сегодня такие тематические стаканчики. «Мой бизнес», «Моя взлетная полоса». Расскажите, пожалуйста, об этом, потому что, ну вот, все СМИ буквально пестрят, что скоро открытие, во многих регионах они уже работают. Как это будет у нас? Действительно, центры «Мой бизнес» — это составляющая национального проекта. Это единый центр, единое окно оказания услуг для предпринимателей. Как сейчас есть у нас окно для граждан, да, это МФЦ, куда мы сейчас все приходим и уже не ходим по структурам, там, не отправляем документы. То «Мой бизнес» — это дом предпринимателя, где будут оказываться все меры государственной поддержки в одном месте, где можно будет получить услуги МФЦ для бизнеса, где можно будет поучиться, встретиться с другими предпринимателями, пройти все программы, которые есть, проконсультироваться по финансовой поддержке, ну, вообще обо всем. И здесь, наверное, я проанонсирую, у нас будет в Самаре открываться вот в декабре центр «Мой бизнес» на базе бизнес-инкубатора на улице Главной. Мы уже заканчиваем там все подготовительные работы. Готовы будем скоро принять первых предпринимателей. Непосредственно персональный клиентский менеджер будет работать с предпринимателем. И дальше нужно будет, не нужно будет никуда дополнительно обращаться. Поэтому бизнес, ну, мой бизнес, да, центр – это дом предпринимателя. А если говорить о виртуальном окне, там, где предприниматель вообще не обращаясь, да, пешком никуда не ходя, это наш сайт «Майбис 63». Это единый сайт государственной поддержки, где можно тоже узнать о всех мерах поддержки, записаться на любое мероприятие, задать вопрос. И соответствующая структура квалифицированно даст ответ, сориентирует, поможет там, либо пригласит на консультацию. Вы сейчас говорите в том числе и о форуме предпринимателей, где предприниматели с различным опытом работы общаются между собой, делятся своими какими-то проблемами, переживаниями, успехами, достижениями. Это ли? Ну, я сказала о нашем сайте. Он лицо для всех наших мероприятий. И действительно, сейчас у нас на сайте «Майбис 63» висит такой большой заглавный баннер о том, что скоро у нас состоится форум 17-18 декабря, как я уже говорила, «Мой бизнес 63». В отеле «Лот» мы будем проводить такое крупное итоговое мероприятие. Любой предприниматель, любое лицо, которое интересуется предпринимательской деятельностью, может прийти. У нас очень интересная программа. Это такие интересные спикеры, мотивационные, которые владеют инструментами предпринимательства. Это будут консультации по всем мерам поддержки. То есть мы расскажем, можно будет на месте получить консультацию от непосредственно специалистов, от всех инфраструктур поддержки бизнеса. Познакомиться вообще с возможностями, которые есть на территории Самарской области, которые есть в Самаре для предпринимателей. Пообщаться, такой глобальный нетворкинг. Ну и просто интересно провести время, что-то новое для себя узнать в преддверии новогодних праздников, получить какой-то заряд идей на следующий год, для себя составить план и поучаствовать в наших мероприятиях. Большое количество людей в этом году прошло. Мы всех ждем их на форум. Обязательно те, кто были у нас в акселераторах, те, кто приходили на мастер-классы, те, кто участвовали, кто в конкурсе. Мы всех ждем. Обязательно будет интересная программа. Я не могу не задать вам вопрос. Все-таки немножечко статистики. Сколько на сегодня в Самарском регионе зарегистрировано предпринимателей, занятых в малом и среднем бизнесе? И все-таки какая на сегодня существует динамика? Все-таки рост развития предпринимательства, опять же, с учетом развития национального проекта, либо вот какая-то стагнация, либо наоборот уменьшение? Ну, если так, сухие цифры, то в 2019 году у нас 133 тысячи, ну, чуть больше 133 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Рост есть, он не такой уж большой, но около порядка тысячи предпринимателей каждый год у нас создается, вернее, прирост, насколько есть те, кто закрывается, есть те, кто перестает вести предпринимательскую деятельность. Если говорить о численности людей, то в Самарской области 450 тысяч людей, 451 тысяча людей занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. То есть это и сами предприниматели, и те, для кого они являются работодателями. По плану или по идее нацпроекта к 2024 году эта цифра должна составить 535 тысяч. То есть у нас такой хороший план впереди, поэтому мы все свои ресурсы направляем, все меры принимаем, чтобы создать такие условия, чтобы в Самарской области была возможность для ведения бизнеса, было комфортно, чувствовалось плечо, поддержки государственной в том числе. Ну вот и каким вам видится все-таки будущее самарского предпринимательства? Предусмотрена ли, может быть, какая-то программа отиражирования нашего положительного опыта? И действительно ли это так? Что есть такого уникального у нас, чего нет в других регионах? Ну, как видят, что мы делаем? То есть мы, конечно, все меры государственной поддержки, которые предусмотрены законодательством, есть в Самарской области. Но мы делимся опытом с регионами, и когда мы общаемся, мы видим, что если говорить вообще о Самарской области, то мы действительно в авангарде. У нас созданы все возможности для ведения бизнеса. Это и финансовые ресурсы, которые могут быть предоставлены предпринимателям. Это широкий спектр площадок, которые есть в Самарской области. Это и бизнес-инкубаторы, и технопарки, и особоэкономические зоны, и промышленные парки. То есть для разного бизнеса. Это несколько городов в Самарской области, которые имеют статус территория, опережающая развитие, либо моногорода, где специальные, более льготные условия. Это Тольятти, Чапаевск, Новокуйбышевск. И там тоже активно развивается предпринимательство. Это открытость. И демонстрирует здесь команда и муниципалитетов, и региона. Открытость ведения общения с предпринимательским сообществом. Мы готовы общаться, мы готовы принимать предложения, улучшать свою работу. Поэтому настроены на такое активное взаимодействие и с предпринимательскими организациями, и с самими предпринимателями в разных форматах. Ну и последний вопрос. Прям буквально у нас остается 40 секунд до конца эфира. Что бы хотели пожелать начинающим предпринимателям? Я бы, конечно, хотела пожелать начать свой бизнес. Подумать хорошо, обдумать. Главное, свою идею никогда не оставлять на потом. Чтобы не было обидно за то, что я хотел, но не сделал. Поэтому нужно стартовать, нужно осознанно это делать. И тогда идея, реализованная в свой бизнес, обязательно принесет удовольствие, принесет какой-то удовлетворенности и создаст успех. Спасибо вам большое за такую конструктивную и позитивную беседу. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Малый бизнес». Большие успехи. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин